Закрыты больше ста свалок и отремонтированы десятки дорог. Те, кто не дает расслабиться, чиновникам рассказали о результатах своей работы. С активистами регионального штаба Общероссийского народного фронта сегодня встретился губернатор. Говорили о решении старых проблем и реализации новых проектов. Подробности в нашем следующем материале. Обычно активисты Общероссийского народного фронта указывают чиновникам на их ошибки. Но в этот раз задним столом обсуждают совместную работу. В штаб регионального отделения пришел губернатор края Вениамин Кондратьев. Сразу заметил, что противостояния быть не может. Все добиваются одинаковой цели – сделать жизнь кубанцев лучше. Тем более, что в рамках национальных проектов, за которыми должен быть максимальный контроль, перед Краснодарским краем стоят масштабные задачи. На федеральном уровне существует алгоритм контроля, в какую зону мы попадаем – зеленую, в красную. Но настолько мы научились уже лавировать документами, что можем даже оказаться все время в зеленой зоне, а в жизни находиться в глубоко красной. И вот здесь вы должны просто быть на чеку. Просто в системном режиме контроля. Реально ли совпадает отчет, который коллеги, в том числе и мои, делают для того, чтобы не быть в красной зоне, с реальной жизнью. Насколько мы в реальной жизни находимся в зеленой зоне. Порой по документам мы едем, а по жизни стоим на красный свет. И вот здесь уже очень совместная, мощная работа по отображению фактической ситуации. В фактической ситуации того, что мы делаем в рамках реализации национальных проектов. Только в этом году на их реализацию направят около 24 миллиардов рублей. Деньги пойдут практически во все сферы жизни. От сохранения экологии до развития медицины и образования. Своей главной целью активисты как раз видят народный контроль за исполнением майского указа президента. Что может, народный фронт уже почувствовали на себе и чиновники, и бизнесмены. За время работы ОНФ на Кубани закрыты 160 свалок, отремонтированы десятки дорог. Например, после того, как общественники обратили свое внимание на проблемы в Ейске, из бюджета на ремонт одной из самых разбитых улиц дополнительно выделили 42 миллиона рублей. Если во всей стране люди говорят, что дороги – это наша беда, то я в Краснодарском крае хочу сказать, что дороги – это наша проблема. Все-таки мы сдвинулись с мёртвой точки. На 651 километр отмечено на карте отремонтировано. 40% у нас отремонтированы дороги с общего количества нанесенных на карту убитых дорог. Важно, что члены регионального штаба ОНФ в большей части не политики, а профессионалы своего дела. Евгений Чистяков работает на предприятии заместителем директора по экономике. Параллельно в Кубанском ОНФ курирует проект профподготовки молодых кадров. Венимину Кондратьеву предлагают усовершенствовать систему обучения начинающих специалистов. С апреля 2019 года у профстажировок появился новый формат. Заключается в том, чтобы свести учебные заведения и бизнес, и тему дипломных работ, сделать по конкретным задачам, по конкретным кейсам. По первым, по пилотным пока еще самым-самым первым показателям заявок Краснодарский край набросал больше остальных регионов. Высшее образование, либо любое образование, даже, допустим, колледжи, не ради образования, не ради диплома. Они должны, пока они учатся, найти себе уже работодателя. Вот что сегодня важно. А значит, они должны засветиться перед работодателем, а не показать, что они талантливые. А самое главное, что и наши учебные заведения тоже должны показать, что они могут быть научной базой, которая может создавать, по большому счету, прорывы для любого предприятия. А для этого должна быть очень плотная связь между вузами, колледжами с работодателями. И тогда мы на самом деле, мы не будем бегать и покупать научно-технический прогресс, мы его сможем сами создавать. Но для этого нужны заказы от промышленности, от промышленного комплекса, от других отраслей экономики. Заказы, они должны поверить, что наши талантливые студенты могут на самом деле найти решение. Порой для производственников неразрешимых задач. Но чтобы от заводов и предприятий шли заказы на полную катушку, как говорится, должна работать сама промышленность. Меры поддержки в Краснодарском крае одни из самых выгодных в стране. Объем финансирования фонда развития промышленности почти один миллиард рублей. Однако не всегда этими деньгами получается воспользоваться. И здесь контроль народного фронта тоже в помощь. Промышленность – это серьезный резерв экономики региона и поступление в бюджет, рабочие места. Если в этом году миллиард сработает, в следующем году я увеличу фон промышленности, увеличу, чтобы наша подача была. Страна живет, когда работают заводы. И поэтому мы готовы с мониторингом и с встречами по муниципалитетам, бизнесам, заводами, фабриками или какими-то фермерскими хозяйствами встречаться. И спрашивать, доступны ли для них вот эти инструменты, которые мы сегодня создаем абсолютно, иначе нет смысла их создавать. Василий Александрович, проработайте совместный механизм, даже взаимодействие, чтобы проблемы, если все эти наши промышленные предприятия не могут воспользоваться фондом промышленности по каким-то либо причинам, то по каким причинам? И устраните эти причины. Общероссийский народный фронт на Кубани не ограничивается только теми, кто входит непосредственно в сам штаб. Ведь народный контроль может осуществлять каждый из нас. Все жалобы и предложения легко отправить через интернет на сайт ОНФ. Субтитры создавал DimaTorzok